Готов к труду и обороне, сокращенно ГТО. Еще в конце марта Владимир Путин подписал указ о возвращении этих норм физической подготовки. О том, что это означает для нас, россиян, и когда программа ГТО будет внедрена. Сегодня об этом мы поговорим с заместителем министра спорта Чувашей Сергеем Шелтуковым. Сергей Сильвестрович, здравствуйте. Итак, все-таки реанимирование системы ГТО. Что означает это? Когда будут сдавать нормативы? Кто? В рамках выполнения указа президента Российской Федерации правительство Российской Федерации приняло план мероприятий по внедрению комплекса готов к труду и обороне. Определены субъекты Российской Федерации, на территории которых будет это опробироваться. Определены этапы до 2017 года, до 2015 года. 2014-2015 год – это внедрение в образовательных школах. 2016-й год включаются трудовые коллективы, и 2017-й год, с 1 января 2017 года, предполагается, что уже повсеместно будет внедрен комплекс ГТО. Хочу подчеркнуть, комплекс ГТО – это принцип комплекса ГТО – это добровольность и доступность. Поэтому нет никакого напряга насчет этого. Ну, то есть, все добровольно. Да, определены два направления. Это тестовая составляющая для определения физических качеств населения. И, конечно же, немаловажную роль здесь играет второе направление. Это благодаря комплексу ГТО мы хотим также просмотреть и спортивную составляющую, какой-то отбор талантливых в спорте детей. Я знаю, что система действовала с 1931 года по 1991 год. Вот с тех пор нормативы, которые сейчас предполагается создавать, они как-то изменились? Что-то может быть случилось? Конечно же, изменения есть. Во-первых, изменились возрастные категории. На сегодняшний день определено 11 ступеней ГТО. И в старой системе в комплексе было от 10 до 60 лет. А в новом комплексе – это от 6 до 70 лет и старше. Для всех возрастных категорий определены нормативы ГТО. Вот со школьниками понятно. Более-менее, да? То есть, кто их будет готовить, как, как будут сдавать и так далее. А вот со всеми остальными, то есть, как-то только же смогут люди готовиться? Ну, студенты тоже ясно, наверное, вот работающие люди как-то. Касаясь непосредственно нашей республики, у нас, в принципе, все необходимые условия для внедрения комплекса ГТО есть. Вы знаете, что у нас 27 физкультурно-спортивных комплексов сданы в эксплуатацию. Они уже работают и успешно работают. Также идет строительство дальше и плоскостных сооружений, и футбольных полей. Поэтому вот эта вся материально-техническая база, она будет служить базой для подготовки комплекса ГТО. И здесь важна, конечно, доступность, чтобы любой желающий мог подготовиться, проверить свои силы. И в законе это будет, это и прописано, что это на бесплатной основе все проводится. Подготовка и сдача норм ГТО. Вот если я действительно захочу воспользоваться этой базой и сдать ГТО, мне куда обратиться, да? То есть, это работодатель мой или там министерство спорта, да, может быть. То есть, куда нужно обратиться тем, кто хочет? Во-первых, это образовательные учреждения. Здесь более-менее понятно. В трудовых коллективах, трудовых организациях есть формы работы по охране труду и отдыха сотрудников. Поэтому в этот перечень новый трудовой кодекс он включает и сдачу возможность работников сдать нормы ГТО. И соответствующее, конечно же, и стимулирование труда этих работников, которые успешно сдают, занимаются физической культурой, спортом, ведут здоровый образ жизни. И вот для того поколения, которое не застало нормы ГТО, да, то есть это, например, 89-й год рождения, там 90-е и так далее. Вот все-таки, чтобы они представляли, что из себя представляют нормы ГТО? Какие-то примеры нормативов, что нужно будет там попрыгать, побегать? Ну, пример. Ну, тесты, они ориентированы на быстроту, гибкость, координацию, выносливость, на силу. Очень много в комплексе этих упражнений. Также предусматривается, дается право субъектам Российской Федерации включить и как бы национальный компонент, что мы хотим видеть из развивающихся национальных видов спорта. Поэтому оно будет совершенствоваться. Сейчас идет эксперимент, опробирование. Но я думаю, что это очень интересно для всех слоев населения. И тогда о мотивации поговорим. Все-таки как будут мотивировать людей сдавать нормы ГТО? Ну, во-первых, мотивация, наверное, кроется в самих людях, тех, кто хотят сдать. Для детей это игра, развитие. Для подростков это, может быть, самоутверждение. Для молодежи это стиль жизни. Для взрослых, конечно же, на главное, это ведение здорового образа жизни. Это пример для детей. А для взрослого населения, для пожилого населения, это, прежде всего, конечно, здоровье и общение. Вот это главная мотивация для самих людей. Это внутренняя такая мотивация. Да, внутренняя мотивация. Да, все-таки внешне как? Внешняя мотивация предусмотрена. Предполагается, что, вот, к примеру, даже при поступлении в высшее учебное заведение, знаки отличия, они будут иметь вес при поступлении. И во время учебы то же самое. Возможно, повышенные стипендии. Я понимаю, что это решает руководителю учреждения. А про учреждения трудовые клики я уже сказал, что все-таки поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни. У них производительность труда намного выше. Это уже подтверждено всеми исследованиями, скажем так. Ну да, получается, на свое, опять же, усмотрение, да? Да, как вы сказали, отпуск, да, наверное, может быть дополнительная там оплата и так далее. Как вы думаете, все-таки, а и наоборот, людям, которые не сдадут ГТО, что им есть чего опасаться? Косых взглядов со стороны коллег. Нет, опасаться не стоит. Я уже определил до этого, сказал про добровольность. Это принцип любой желающий просто должен определить для себя, в каком физическом состоянии он на сегодняшний день находится. А для тех, кто действительно хочет совершенствоваться, для них, конечно же, будут проводиться фестивали, спартакиады по сдаче норм ГТО. Но хочу отметить, что мы эту работу уже в Чувашской республике начали с этого года, в апреле-мое у нас были определены 30 школ республики совместно с Министерством образования, которые уже прошли в шестых, седьмых, десятых классах, вот эти ступени опробировали. И тогда конечная цель. Как вы думаете, вообще, для чего в России все-таки решили реанимировать систему? Конечная цель. Ну, конечная цель, я думаю, что это повысить интерес населения к своему физическому состоянию, всей системе физической культуры и спорта, повысить интерес, мне кажется, самое важное, и реализовать свои способности, самореализация. Ну, наверное, вот это. Ну что ж, если до встречи с вами, у меня словосочетание ГТО вызывало такой некий страх, то теперь мне более-менее спокойно. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, возвращая не норм физической подготовки, готов к труду и обороне, мы разговаривали с заместителем министра спорта Чувашей, Сергеем Шелтуковым. До свидания.